добрый день уважаемые читатели газеты аргументы и факты сегодня у нас в гостях в рамках презентации своего дебютного альбома простые вещи на ваши вопросы будет отвечать сегодня с первым годом Дмитрий Шуров здравствуйте Дмитрий здравствуйте начнем с вопросиков первый вопрос спрашивает Воля здравствуйте Тима скажите пожалуйста не планируете ли вы записать еще одну совместную песню с группой Гумбокс и кстати это уже была просто великолепная песня спасибо спасибо этажи получили случайно они не были запланированы и так просто случается что Андреев слышал песню она ему понравилась и он решил в ней поучаствовать чему я очень рад я считаю что он сделал придал песне новый смысл и от этого она стала лучше вот пока что мы записывать ничего нового не планируем но мы как раз недавно собрались написали две прикольные песни вот одна из них называется улыбайтесь и она уже записана судьба ее пока окутана туманом я мечтаю чтобы я спел вактанг кигалидзе спасибо спрашивает осан Дмитрий я сам музыкант и мне сложно даже передать уважение которое к вам искупиваю хочу вас спросить что нужно начинающей группе чтобы пробиться спасибо что нужно начинающей группе класс слушай я как прихожу начинать мы просто сломали 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 это на компьютер на слой жопа так что нужно начинающей группе чтобы пробиться нужно несколько вещей первое собрать волю в кулак и не лентяничать в момент написания песен если вы чувствуете что приходит к вам песня не откладывайте ее на завтра старайтесь сколько бы ты ни отняла времени и силы и зафиксировать люди а для конца потому что очень часто хорошая на завтра уже улетает вот во вторых найдите себе друга соратника который мог бы разделить с вами радостные представления песен и с которым у вас был бы пинг-понг такой идеи это очень важно и потому что когда человек работает один он передает только свои какие-то эмоции ощущения очень субъективно отражает все что его окружает если человека два то они в состоянии родить что-то третье такая очень подвижная формация если можете найти третьего будет очень хорошо треугольник это вообще отлично отличный вариант для творчества вот а потом когда вы уже вот все написали записали достойно причесались оделись вам очень важно найти людей которые могли бы все это достойно как-то донести до людей вот пожалуй что пока этих людей не будет вам будет очень сложно вы вы можете сливать свои песни в интернет можете пойти в переход попеть может что-то вас и заметит но пока у вас не будет человека который действительно поверит в вас именно человека из именно дела не музыканта который захочет вот инвестировать в вас время какое-то количество денег возможно большое возможно не очень вам будет самим непросто поэтому пишите песни найдите друга найдите партнера спасибо спрашивайте добрый день мне кажется вы похожи на француза есть ли у вас французских корней ныне нет французских корней хотя никогда нельзя быть уверенным на все сто процентов но так случилось что я очень рано приехал во Францию по моему 9 лет это первый раз случилось я поехал с коллективом бальных танцев на гастроли и там в конце каждого шоу я выходил в конце с гитаркой и пел шоу с Элизе Джо Досена вот и французы наконец-то падали от счастья и они запомнили все это дело и прозвали меня потом во Францию учиться после этих гастролей поэтому я почти каждый год вот начиная с 9 лет я был во Франции в лет 13 я поехал уже учиться в школу потом в лицей и в один прекрасный день вернулся из Франции кучерявым и с длинным носом то есть это реальная история мама говорит что меня подменили на планетяне потому что до этого судя по детским фотографиям у меня были абсолютно прямые волосы нормальное украинское такое круглое лицо вот и в общем то соответствующее ну как бы все вот а после Франции я вернулся к каким-то немножко другим человеком говорят что от вина французского когда ему много пьюшку чинаются волосы правда ли это я не знаю рекомендую попробовать то есть вот это была новая вина но было попробовано да потому что я во Франции жил вам просто вам не завиду вам придется это все потом перепечатывать а это получается длинное я во Франции попал в семью знаменитого во Франции баскетболиста которого называли Jean-Yves Prevot можете посмотреть это чемпион Франции и Европы и он был страшным коллекционером вин мы с ним ездили на машине по всей Европе покупали редкие вина складывали ему там погребочек такой секретный и везде я участвовал в дегустациях в этом возрасте так что было замечательно спасибо спрашивает Ванка смотрит ли вы телевизор есть когда-то какие передачи я по телевизору смотрю только одну передачу сериал Колумба вот есть один канал который его транслирует я очень люблю сериал Колумба потому что но это такое как борьба для меня это как сравнить клуб Реал Мадрид и клуб Барселона Барселона пропагандирует очень такой демократичный образ жизни и правильное отношение к фенам и скромность там ключевые игроки живут со своими семьями в небольших домах якобы не знаю правда ли это вот Реал же пропагандирует наоборот они тратят очень много денег на игроков там главные звезды этого клуба ведут себя как снобы вот для меня Колумба это вот это такое столкновение двух миров там всегда действие происходит в очень богатом каком-то обществе в которое вторгается этот Колумба который вечно на старт машине в древнем помятом плаще со своим единственным глазом кощащим вот и он играет в дурачка а потом их всех в конце разоблачает поэтому я люблю очень смотреть как это происходит это всегда забавно так же забавно как смотреть как Барселона раз за разом обыгрывает Реал все равно мы ответили на следующий вопрос насчет любимого вашего фильма нет ну фильмов то много в общем пожалуй фильм если выбирать какой-то один любимый это очень сложно но наверное это будет фильм поющий под дождем сними Мин Рейн с Джином Келли в главной роли это мюзикл по моему 52 года если я не ошибаюсь культовый и знаменитый кстати фильм который вышел недавно фильм артист который собрал недавно кучу наград немой черно-белый французский фильм это не все это замечают не все знают об этом но это точная калька этого фильма поющий под дождем там рассказывается абсолютно такая же история актер этот азанавичичный режиссер актер который играет в артисте один в один Джин Келли того времени и это вообще полный ремейк поэтому меня очень забавляет как все сейчас вцепились в этот фильм как будто это прорыв какой-то не знаю в кино хотя это точная копия знаменитого фильма 52 года спасибо Алексей из города Москвы задает сразу три вопроса первый дебютный альбом где она будет вождать четыре простые вещи выйдет на CD или на каких-то других значителях или на каком грибле альбом выходит в Украине на уэбли лавина мюзик в России выходит в России его издает компания монолитрекарти а вообще подвижением альбома занимается компания музыка для массы во главе с Алексеем Цагамоновым который собственно сейчас возглавляет все дела связанные с релизом альбома простые вещи и вообще с деятельностью пианобой альбом вышел если это можно так назвать в виде сайта 21 мая сайт называется пианобой.ua на нем есть огромное количество картинок превьюшек я там рассказываю о песнях можно окунуться в атмосферу и сейчас он выходит на физическом диске собственно вчера мы забрали тираж и с завтрашнего дня 1 июня диск начинает присылаться всем кто его предзаказал 21 мая и вот до этого момента и отправляется в магазин вот а также альбом будет выходить в цифровом формате его можно будет скачать с сайта пианобойки комьюэй и в других сайтах которые торгуют музыкой в цифровом формате еще к альбому у нас выходит потрясающий а я надеюсь что выйдет приложение для смартфонов по крайней мере мне пообещали я думаю это было бы круто включаешь а там сразу все сразу в этом стиле картинки сногсшибательное это пианино в общем было бы здорово и к альбому у нас выходит также потрясающая книга нот и фотографий размером А4 там по моему 68 страниц где есть не только мелодия и слова как это часто бывает в нотах но и есть пианино и партии этот человек может сесть их сыграть за пианино и много потрясающих фотографий вместе с пианино на пианино под пианино и за пианино меня и мою группу второй вопрос от Алексея когда планируется гастронизор в поддержке дебютного альбома и в каких городах и когда будете у нас ну я думаю о каком то вот туре именно то что называется тур это когда видишь подряд в много городов можно будет говорить осенью сейчас же мне хотелось бы чтобы сейчас летнее время оно скорее время фестивалей и отдыха ну по крайней мере прошлым летом мы только на фестивале ездили у нас было там 7 или 8 фестивалей и в этом году как то тоже я думаю потихонечку они все таки проснуться хотя футбольная конечно история немножко вторгается в жизнь музыкантов но тем не менее что касается концептов то мне хотелось бы чтобы летом люди все таки послушали альбом а осенью мы уже к вам приедем будем вести в апреле третий вопрос планируется ли участие в гастрольном туре юного талантливого музыканта Льва Шурова в этом году пока не планируется потому что у него очень сложные графики во первых он учится в школе и одновременно учится в музыкальной школе во вторых он записывает свой детский рок альбом который мы с ним вместе написали и собственно в июне мы планируем презентовать в интернете первую песню которая называется песню про Крым вот то есть пока что он занимается сольной карьерой спасибо спрашивает Нюра Дима привет он кстати говорит мне он кстати говорит мне папа у меня вот у тебя вышел альбом у меня тоже выйдет в конце июня альбом я говорю погоди ну как альбом надо сначала записать надо надо все подготовить придумать он говорит нет я у тебя там диски видел такие лежат на столике чтобы нарезать вот давай мы сейчас все запишем на диске нарежем я подарю всем моим одноклассникам собственно вот чем занимается сейчас юный талантлив шоу спрашивает Нюра Дима ты создаешь впечатление самого спокойного и уравновешенного и сороконарольщика скажи пожалуйста расскажи о своих бредных привычках употребляешь это алкоголь ты занимаешь это спортом как одна девушка как одна девушка у тебя впечатление такого прям спокойного человека вопрос начинался расскажи о своих бредных привычках наверное самая вредная моя привычка это у меня есть потребность все время находиться в каком-то таком конфликтном состоянии я не могу просто сидеть на диване и наслаждаться жизнью вот поэтому я все время придумываю у себя какие-то приключения на свою голову и иногда они заканчиваются не очень хорошо вот иногда я не помню что делал предыдущим вечером как правило если мы когда-то едем и первый час я слушаю музыку в автобусе вот второй час уже общаюсь вот а с третьего часа вот Маша не даст соврать уже хочется какие-то вредные привычки применить какие я им рассказывать не буду вообще что такое вредная привычка вот вредная привычка пить кофе если человек с утра встает и не может уже без кофе но это вредная привычка тоже с другой стороны иногда почитаешь какого-нибудь там мураками и думаешь блин вредная привычка это так круто сесть выпить кофе покурить сигарету принять ванну а потом как черчилль еще раз принять ванну и так всю жизнь страшная бредная привычка хорошо все спасибо спрашивает Виктор Дмитрий добрый день что сподвигло заниматься вас сольным творчеством сольным это которое солит что ли что такое сольное творчество ну в любом случае я не занимаюсь сольным я же не сижу один на сцене у меня есть команда есть группа есть друзья которым я показываю песни не знаю просто так случается что я сразу попал в группу в очень юном возрасте потом создал еще одну группу но и в итоге пришел к тому что я занимаюсь тем что называется пьянобой это наверное ну действительно не совсем группа а скорее реинкарнация моя как музыканта что сподвигло не знаю не знаю но тем не менее я не могу сказать что занимаюсь сольным у меня есть там коллеги вот недавно ко мне зашел мой коллега Коля Костенев прикольная позавчера вот и мы с ним придумали потрясающий риф из контрбаса и пианино текст который я сразу напел получился получилась песня об узбекском ресторане вот если бы я писал сам я опять писал бы о каких-то сигаретах и так далее спасибо спрашивает Екатерина как пришла идея сделать какое интересное пианино вы имеете в виду то которое на обложке я носился с идеей создания межгалактического пианино которое олицетворяло бы человеческую судьбу часто заходишь в какой-нибудь старенький барчик в Лондоне или например в Ужгороде вот и видишь стоит инструмент там справа кто-то положил сигарету и она прожгла слева кто-то написал здесь был я не знаю Чик Корея и пианино оно прям источает такую мощную атмосферу вот мне хотелось создать такое пианино с замечательной художницей которую зовут Лайся Патака вот мы нашли старую пианино Украину привезли ей в мастерскую и я собрал около 130 около 138 предметов среди которых трубка подзорная труба торт Наполеон один из моих кедов бок шива пластинки всякие голое женское тело все что так или иначе звучит в альбоме в разных песнях и окружает меня и моих близких вот и она сделала потрясающее такое вот пианино которое вы можете видеть на сайте Pianoboy.com.ua на обложке альбома пока что жильем его может видеть только Лайса но когда-нибудь мы сделаем я думаю какой-то с ним концерт вот так что получилось так красиво что мы решили не скромничать и сделали клип о нем где все предметы оживают и со звуками музыки сливаются в феерическом танце а как долго работали на дизайну? на дизайну чего? на пианино ну там если художникам не давать долго работать то они начинают думать что это их произведение и это может занять годы вот поэтому мы все сделали очень быстро буквально за неделю они его сделали и это очень круто потому что хорошее делается быстро хорошая песня пишется быстро мне кажется хорошая картина рисуется быстро вот они это клипанино сделали буквально за неделю вот хотя оно выглядит так как будто оно стояло где-то и вбирало в себя судьбу сразу нескольких людей в общем я доволен что получилось я не ожидал что идею можно так круто реализовать поэтому мы конечно будем еще работать с Лесей и работаем собственно например у нас был конкурс в совместность просто радио который назывался день простых вещей когда в котором каждый час звучала песня простые вещи и один из раз она звучала специально измененная я там поменял ее человек который первый ее услышит он вот собственно уже известен победитель он эта девушка из Ставрополя она получит уменьшенную копию этого пианина маленького которую мы называем пиано бэби который тоже делается спрашивает Ася Дима здравствуйте в вашем клипе простые вещи снимаются забавные таксы это домашних домашних любимцев? нет у меня вообще нет домашних любимцев все передокры это такса которую зовут Ракета вот ее специально для съемок наняли потому что это самая умная такса в нашей стране она помогала оператору клипа помогала даже стилистам и помогала делать прическу моей сестре то есть это гениальная такса когда ей нужно было сыграть роль которую ей там отвели она ужасно плевалась говорила что мне ерунду как это привлекает спасибо спрашивает Сергей Васильев слушаете ли вы классику и какой ваш любимый композитор да я слушаю классику хотя редко мне очень нравится ну я в детстве слушал много Чайковского сейчас я слушаю чаще Стравинского Равеля и мне очень нравится хоральная прелюдия Баха в исполнении Владимира Хоровица я слушаю ее довольно часто это музыка которая звучит в начале Соляриса только сыгранная на перенере спасибо спрашивает Ксюша Раста Дима вы очень стильный кто помогает вам выглядеть оригинально и не скучно работают ли с вами стилисты насколько стилистов иногда просто в шагу ступить не могу вот Мария Сагамонова наш турменеджер она стилист Оля Шурова моя девушка стилист сын мой иногда говорит папа что-то оделся как клоун вот и он стилист Ласси Патока сделала прекрасный гольф такой черный который в клипе в общем с миру по нитке пенопою одежда на самом деле так и есть у меня есть брюки от Алены Ахмадуриной с которой я работаю и у нее одни несколько пар брюк естественно с которой я работаю по ну по модным показам в России и во Франции кстати одни из брюк черных которые она мне подарила погрызла крыса у меня была крыса только сдохла Варвара снималась кстати в клипе ведьма она погрызла сзади брюки они лежали в шкифу и я когда одеваю их мне всегда спрашивают какие кто придумал такой крутой дизайн вот эти дырочки вот даже Славикова Корчук мы собрались на репетицию он говорит блин скажи кто такие крутые брюки что я тебе сделал мне крыса погрызла с этой ручной дурака валяю никто не верит вот Лената Литвиновна подарила мне котелок очень красивый столетний Лена Иванова украинский дизайнер сшила брюки юбку которую я одевал на одевал в клипе и в съемке передачи 3 формат на М1 который можно на youtube канале кстати посмотреть заходите там очень весело и дорогого все вот а Лилия Литковская подарила костюм оранжевого цвета ну и так далее то есть кто мой стилист наверное главная образовная девушка она убеждена что у меня очень плохо все со вкусом и часто по утрам мы с ней очень много спорим на эту тему спасибо спрашивает Lady X расскажите о названии пианобой Lady X именно так расскажите название пианобой кто его придумал на какие-то обстоятельства в момент когда я испытал необходимость поделиться своими песнями я конечно задумывался о том как это должно называться я чувствовал что название должно прийти само по себе вот и поэтому бесцельно блуждал городскими улицами а оно никак не приходило вот было очень много вариантов был вариант даже летающий шуров и царевна ежик собственно царевна ежик была моя сестра потому что тогда кроме меня и ее никого в коллективе не было еще но мне никогда не хотелось называть это своим именем потому что это же все таки не человек это некий не знаю стиль что ли образ жизни это песни которые многие из них не обо мне вот и в какой-то из дней когда мне уже окончательно осточертело все потому что на носу был первый концерт название еще не было но концерты уже уже предлагали на носу был первый концерт и моя девушка сидела на работе в этом самом здании в котором мы сейчас находимся а я сидел да да а я сидел дома и мы с ней у нас была такая игра вот каждый 10 секунд должен был кто-то другому прислать вариант вариант названия название вот так вот там где-то около 100 вариантов разных собралось и из них сложился пьяный бой спасибо спрашивает Максим Кадима очень хочу вашу любовь с автографом как и где его можно выиграть выиграть ну мне сказали что нужно разыграть здесь да а как разыграть вы можете выбрать самый интересный вопрос да например Максимке подарить как повезло Максим я передаю вам большой привет вот эту пианопробку значит в какой город? город а не указывал город если ваш город где-то вообще хоть как-то в пределах там двух-трех тысяч километров находится то мы вам этот диск презентуем за скромную флату да я прям его подпишу и мы вам его подадим а второй диск мы еще разыграем сегодня за самый за получит диск человек который задаст мне вопрос который мне никогда не задавали вот произговорились да послушайте с редакцией аргументные факты да с редакцией или напишите напрямую ну есть еще люди которые хотели бы получить такой диск я прекрасно понимаю я сам люблю диски а не только качать музыку из интернета освежитесь вот у нас на сайте пьянобой.ua внизу есть контакт Маша Сагамонова есть ее почта там вы можете заказать альбом и если вы напишите как-то мотивируете почему вы хотите получить диск с автографом я думаю что все возможно вы его получите спасибо напишите напишите не знаю что напишите стихотворение из трех строчек о действующем президенте Нигерии и вы получите диск с автографом а а Маша будет читать радоваться ставить своим домочадцам да спрашивает о каких украинских и российских музыкантов слушаете в машине слушаю слушаю Зимфиру Мумитроль последний альбом Сансей из того что недавно Бумблокс слушаю слушаю Пятницу слушаю Дафу Браху еще мне валяется Сингл ВВ Чио Чио Сам Принято последующий вопрос от Черри если бы ты мог сделать все что угодно прямо сейчас что бы ты сделал нельзя быть настолько честным я бы запустил бы этой проплости не забывается не забывается спрашиваю Стэфани приветствую вас Дмитрий как настроение скажите кто вдохновляет на сладкие светлые красивые и добрые песни музыку и тексты Ну просто в жизни так много говна что вот в песни хочется влить весь свет который есть внутри потому что это проще вот ты хочешь сделать что-то хорошее окружающему миру делаешь 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 никто это не замечает повесишь повесишь веночек на Рождество в подъезде и вот так его сопрут ну я не знаю и так далее вот а с песнями проще ты вкладываешь туда вот искреннюю безапелляционную открытую свободную любовь которая в тебе существует и отсылаешь ее и вот она доходит до тех кому это нужно и через них делает мир лучше поэтому песни такие светлые бывают ну бывают темные конечно но темные в альбом простые вещи не вошли так что песни это песни пианобоя это его способ борьбы с темной стороной силы мы кстати недавно сидели как раз с Андреем Хлавняком и обсуждали тот момент что такое ощущение что никому не нужна не нужна светлая музыка такой странный какой-то парадокс вот все все так как-то кивают говорят классно прикольно ну ну как-то хочется ну не к чему придраться ну хочется как-то чтобы обосрать можно было вот мало конфликта не знаю почему так происходит спасибо спрашивал Ксюшенька Дмитрий вы когда-нибудь посоветовали вы когда-то посоветовали всем дерзновенным книгу Марка Левина The Jazz Piano Book а посоветуйте еще чего-нибудь хорошего спасибо дерзновенные это те кто хотят учиться играть на пианинах наверное да ну книги я больше не знаю честно говоря я ни по одной не учился больше я советую слушать и если вам что-то нравится вот вы сразу стараетесь это повторить а то есть снимите там какую-то партию например я Элтон Ажо намного слушал в детстве я слушаю как он играет аккорды мне очень нравится я потом это постараюсь повторить но потом стараюсь забыть потому что ну нельзя копировать других музыкантов в этом нет смысла потому что в вас самих есть всегда много интересного вот поэтому советую вот вот как ребенок который учится плавать не щупывать постоянно и запоминать правильное ощущение ощущение правильности вот почувствую что это круто хорошо запомните это и идите дальше вот а из книг я никакой другой книги а по пианино не знаю рекомендую вот поучите ноты вот пианобой простые вещи можете почитать там есть пару советов тоже хороших Дима а есть ли у вас филологическое образование есть но не окончено у меня есть врожденное филологическое образование если я вижу что человек ставит не там запятую и у меня начинает давление сразу повышается а? как реагируете? ну если я очень этого человека люблю то никак не реагирую но если он если я его не знаю то переписку с ним прекращаю так вот моя девушка которая я конечно шучу про запятые я имею ввиду гораздо более жесткие вещи с людьми которые вообще как-то поразительно выражают свои мысли но вот есть исторический факт моя девушка говорит что она захотела со мной встретиться лично когда я поставил запятую просто слово надеюсь спрашивай Ксюшенька Дима как вы относитесь к алкоголю? я к алкоголю отношусь хорошо как можно к нему относиться плохо это же средство которое упрощает общение между людьми то есть конечно не всем это нужно но я иногда испытываю ну грубо говоря есть люди с которыми общаться легко и хочется а есть люди с которыми общаться вообще не хочется но надо вот и в большинстве случаев с ними не общаешься но иногда это просто необходимо ну это знаете как в фильме «Осенний марафон» когда идет по коридору этот начальник его я забыл как все время ему пытается протянуть руку а этот не хочет ее пожимать все равно пожимает отворачивает то есть как ни крутя иногда приходится общаться с теми с кем общаться не хочется и вот перед этим лучше просто выпить и будет легче вот алкоголь в этом плане очень хорошее средство я очень люблю алкоголь крепкий мне нравится текила особенно патрон этим мне очень нравилось в Брюсселе в Брюсселе есть в центре города это специализированные бары есть пивной бар есть винный есть текильный есть виски бар то есть это место где все возможные виды одного напитка вот и ты приходишь туда проводишь там вечер пробуешь абсолютно разные какие-то виды текилы потом разные виды абсента был абсент в баре представляете 100 видов абсента разные и все за вечер попробовали все не попробовал но вот кстати а текила хорошая ее же выпить можно очень много и все будет нормально вот там был вечер когда мы вот с Сережей Бабкиным так припорядочно напрягались что я по-моему уже перешел на личности давайте дальше без приключения прошлось? нет конечно у меня до сих пор у меня до сих пор видео в телефоне такое о котором мы договорились с ним кровью подписали договор что его никто кроме нас не увидит оно было снято с этим День независимости Украины это была такая полная независимость не только от Украины от всего основного джон да всего сущего от всего в общем точка спрашиваю Ксюшенька Дима как вы думаете любви все возрасты покорны? все возрасты покорны любви ну не все люди покорны любви есть люди которые уже в 15 лет любить разучились а есть которые в 70 только начинают спрашивают спрашивают Тиффани Дмитрий здравствуйте хочу поздравить вас с выходом альбома скажите на что вы обращаете внимание при первой встрече с таким человеком и что может вас расположить с первых секунд? хорошая шутка мне кажется любого человека может расположить хорошая шутка часто бывает так что встречаешься с какой-нибудь знаменитостью и ну сразу к нему видишь чувствуешь как люди сразу к нему испытывают такой пиетет вот и очень важно чтобы такой человек умел ну как мне кажется очень важно чтобы он умел такой очень правильной шуткой в нужный момент их расслабить иначе просто общение не получится нужно как-то мне кажется уравнивать уравнивать ситуацию вообще обращаю внимание на глаза в первую очередь правило по глазам все становится понятно особенно в случае в случае с девушками вот если глаза блестят с такими людьми можно общаться и не от слез так просто по жизни блестят ну а потом смотрю ниже уже там дальше и ниже потом еще ниже вот и еще ниже так низко как может пасть моя вообще моя мысль спрашивает спрашивает Лёля при ней задают вопрос о любимом фильме но так как уже был здесь уточнение такое пересматривать снова и снова и знать все идеологии наизусть ну это во-первых Шерлок Колмс советский вот там действительно я знаю абсолютно все идеологии наизусть меня подними ночью я отвечу на любой вопрос ну пожалуй несколько фильмов Тима Бартона я очень люблю Сонная лыщина новый фильм Мрачные тени кстати тоже отлично рекомендую хотя он как ни крутино скатывается в пучину иронии цинизма с возрастом но все равно интересно вот и пожалуй что то в котором знаешь все диалоги ну Сансов Булевар пожалуй Оксана спрашивает следующее у вас не совсем общественный формат хотя и музыка хорошая и какой дом на телеколе вам будет занимать массы своим качеством общественный формат звучит как общественный туалет да у нас не общественный туалет у нас туалет такой пока что для избранных хотя я уверен что это вопрос времени ну по крайней мере с большинством моих любимых музыкантов ну первый альбом он как-то заявляет все-таки артисты с эмоциональной точки зрения второй направляет какой-то стиль а третий уже ну действительно прорубает какое-то окно так было и с группами всеми в которые я играл до этого поэтому я не знаю что сказать по поводу общественного стиля общественного формата мое дело писать музыку дело моих коллег доносить ее до людей сколько людей сигнал поймает настолько и будет общественным широко точнее массовым проектом мне кажется вообще так чтобы закончить мысль сейчас мне кажется довольно благоприятное время для такой пианино рок-музыки по крайней мере у меня такое ощущение мне лично надоели гитарные группы вот мы получали премию чартовой дюжины в России в марте и мы были единственные безгитарные ну кроме мальчика который на аккордеоне играл мы были единственные безгитарные группы из 22 коллективов вот и я думаю что таких групп как мы будет больше спасибо спрашиваете что вам нужно для того чтобы чувствовать себя счастливым кроме алкоголя кроме алкоголя и диски алкоголь не делает меня счастливым от алкоголя иногда наоборот можно так вообще расстроиться как интернет срезанным не бывает ну вы не спрашивали это от себя добавили а это вы от себя добавили ха-ха-ха ну что ж тогда и мы от себя что-нибудь добавим для ощущения счастья нужно чтобы нужно чтобы отключился мозг наверное в первую очередь мне кажется что невозможно сфабриковать себе счастье его можно только испытать и оно как-то напрыгивает внезапно ну как не знаю как как малярия в общем съездил в морокко все было хорошо вернулся через две недели малярия началась мне кажется так и с счастьем его не ждешь не ждешь а оно приходит оно случается тогда когда его не ждешь ну это если воспринимать счастье не как попил воды и съел бутербург с икрой и ты счастлив а счастье когда вот такое тепло от коленей поднимается и по спине мурашки что не знаю наверное нужно отключить свой мозг чтобы быть счастливым 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 дебилом вы счастливым психом это я сказал ладно давайте дальше не выверем спрашивает бывает ли у вас творческие кризисы как из них можно выйти и что доставляет вас на творчество ну творческие кризисы бывают возможно реже чем мне бы хотелось я бы хотел испытывать их чаще потому что не сделав пардон какашку не сделав хорошего очень часто как то из полной прострации из внутренней пустоты рождаются самые интересные вещи вот поэтому если у меня нет кризисов я как правило к себе придумываю сейчас кстати нет вообще кризиса вот пора бы уже наверное придумать слышал альбом я пишу второй песни пишутся просто не знаю как у Лены на Маккарне ни дня без песни думаю что где-то к концу июня я войду в творческий кризис вот меня сейчас очень вдохновляет сам воздух я чувствую в воздухе что-то такое не знаю какое-то есть электричество вот меня он вдохновляет вот эта вот штучка в которую я смотрю такая маленькая вот она меня вообще не вдохновляет мне бы хотелось чтобы ее уже поскорее выключили нет нет допрос продолжается кстати да похоже реально похоже на допрос проектов проектов не хватает александра спрашивает спасибо за какие простые вещи пианино вообще отпадут а в чем проявляется кроме написания музыки ваша творческая натура возможно вы пишете прозу рисуете картины дизайните одежду как я уже рассказал моя крыса покойная к сожалению вот я какие творческие проявления да знаете их практически нет у меня музыка так как то все плотно занимает я же просто в музыке делаю очень много не только занимаюсь пианобоем я пишу для моды пишу для кино написал оперу вот пожалуй опера это было такое такая большая была отдушина потому что я там позволил себе все вот что-то как-то даже такой вот я какой-то неинтересный человек нет у меня никаких кроме музыки в жизни интересов нет ни в чем моя душа творческая энергия не проявляется хотя в детстве я писал стихи вот именно стихи не песни а стихи я даже издавал сам делал сам такие издания вырезал из бумаги страницы там делал иллюстрации потом их сам сшивал иголкой все это ума бы хранится там где-то сборнички такие а помните детский стих? детский стих? собственно творчество там такой вопрос нет это она вонячий воня у вас как-то издания ну что-нибудь что-нибудь можно вспомнить что-то типа того был Вася двоечник однажды пятерку получил в четверг как янтарь светлее всех он выбежал во двор и так далее там такие парадоксальные стихи в духе Хармса был Вася двоечник однажды пятерку получил в четверг как янтарь светлее всех он выбежал во двор дальше не помню спасибо спрашивает Настенька Дима добрый день я из Одессы а было одно стихотворение да вы тоже простите было как-то когда-то я поехал на конкурс по моим танцам и там все было очень смешно я поехал не со своими родителями а с родителями моей партнершей по танцам и они сняли потрясающую квартиру в которой почему-то я спал в кухне под холодильником холодильник был знаете такой еще такой советский как же ну не Днепр а что Днепр ну Днепр такой советский такой который вот так вдруг начинает делать вот и у меня всю ночь не спалось я написал какое-то очень мрачное такое депрессивное стихотворение что-то там и очень темный лес я вижу хоть он достаточно зелен и что-то там куда-то ходят в общем такое да брачняк а в это время в соседней комнате мы партнерша по танцам которая страшно перепсиховала отогревали утюгами я знаю все это звучит как абсурд но это мое детство где можно купить ваши альбом завтрашнего дня рассылается всем кто его предзаказал и завтра же он уезжает в магазин мне уже звонили из Днепропетровска из магазина джем сказали мы тут уже в общем все готовы продавать у нас тут в общем в Днепропетровске до сих пор слушают диски к чему я был немало рад и удивился так что ждите если вы в России то это скорее вопрос к тем кто издает диск в России но я насколько знаю он выходит одновременно и тоже где-то будет скоро там но самый верный способ повторюсь самый верный способ заходите на сайт и на блоком UA пишите вот Машу Сагамоновой Маши Сагамоновой да я сейчас не смог усиливалась не смог усиливалась не смог усиливалась вот этой прекрасной девушке в оранжевом одеянии и она лично отправит вам диск если вы ее очень похвалите еще и с автографом ну Машему естественно Ключник спрашивает какой вопрос вы так для себя не смогли разрешить я чувствую это претендент на второй диск тут надо помедитировать чтобы ответить на такое почему никто не обращает внимание на то что в альбоме есть матерное слово вот этот вопрос не дает мне покоя в песне номер 6 на в конце первой минуты есть есть матерное слово а никто его не замечает я не понимаю неужели неужели сейчас уже как-то эти слова уже настолько вошли в обиход интернетами весь завален и всем уже по барабану вот так у вас правда не матерное что за слово ну одно из производных слова хуй боюсь оно все таки матерное пока еще хотя ну ребёнок и слыхали как дает интервью у него флаг через слово он говорит и у него флаг через слово он говорит и вот не поверите это наш с ней десятый показ и всегда писали что вот музыка 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 такая вообще атмосферная атмосфера а в этот раз в россии пишут причем на одном большом сайте название которого я точно не помню но это центральный сайт по поводу моды большой кстати привет пишут следующее потрясающая атмосфера показа Алены Ахмадуриной коллекции в стиле там опера «Щелкунчик» была напрочь начисто разрушена жаргонными словами использованными в саундтреке эти слова написал сайт мы привести не можем поэтому вот ссылка посылка на википедию в которой написано слово «Долбанный» и я честно говоря ну от такого просто я аж сел на стул я думаю блин весь интернет завален словами на три буквы на пять букв на шесть на семь и все производные но «Долбанный щелкунчик» это знаете теперь нельзя писать ну вот такое маленькое лирическое отступление поэтому я не понимаю почему у меня в альбоме слово шестой песни никто не замечает надеюсь что дети простят меня за это невинную шалость спасибо Дмитрий пишите подробно ваш вчерашний день ну честно говоря это мне не очень интересно описывать мой вчерашний день мне интереснее день сегодняшний и даже он интереснее мне чем день завтрашний вот то что сегодня происходит мне интереснее всего вот а сегодня я встал рано достаточно сегодня день рождения у моей у моей прекрасной девушки Ольги Вот. И сегодняшний день поэтому в большую степень посвящен ей. Как раз по поводу Ольги, вопрос следующий от Аликса дослались совсем недавно. Приветствую вас, Дима. Скажите, как вы познакомились со своей нынешней женой Ольгой? Давайте следующий вопрос. Пусть хоть что-то останется между нами с ней. А то и так уже есть песни «Ведьма», послушайте, там про все поется. Хорошо. Спрашивает Иван. Скажите, вы уже закончили написание своей оперы, когда и как планируете ее презентовать? И спасибо вам за музыку, которую вы создаете. Спасибо. Мне так приятно, что все говорят спасибо, спасибо и поздравляют с выходом альбома. Такое ощущение, что у меня сын родился второй или у меня сегодня день рождения. Я надеюсь, что все эти люди, которых этот релиз обрадовал, мы с ними встретимся и хорошенько эту осенью отпразднуем на концертах. Об опере я нахожусь… Сейчас один человек в Киеве, такой большой специалист по нотам, переписывает ее все на ноты, что нужно для того, чтобы ее можно было поставить. И один из театральных вузов планируют поставить ее как программное произведение к концу учебного года. То есть студенты поставят ее и после этого я посмотрю на это все, как это все выглядит, а не спою. Я думаю, это будет какая-то такая постановка из разряда постановок в кедах. И после этого было бы круто, конечно, поставить ее на большой сцене, потому что это очень лихое произведение. Смесь, не знаю, Стравинского, Бьорк, рок-музыки, классической музыки, поп-музыки, много красивых мелодий, нетривиальная история. И думаю, что если пенобой не поглотит меня целиком, я в скорости эту оперу поставлю. Ну, там, в течение одного-двух лет. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Правда? Я только разогрелся. В Днепропетровск приедите? Конечно, приедем. Обязательно. В Днепропетровске состоялся первый концерт пенобоя истории. Благодаря Днепропетровску во многом. Ну, он дал сразу такой заряд позитива. Конечно, приедем. Обязательно. Не знаю, когда пока. Пока не знаю. Наверное, в осени все-таки. Такой вопрос. Приедете ли Днепропетровск, да? Приедем. Обязательно приедем. Приглашайте, соберитесь все на площади, поднимите транспаранты. Пенобой, Днепропетровск. Пенобой, Днепропетровск. Мы приедем. Вот. Так что, увидимся обязательно. Спасибо за ответ. Уважаемые читатели, напоминаем, сегодня на «Збрестяк» был совесть проектной пенобой Дима Шурова в рамках презентации дебютного альбома «Простые вещи». Спасибо всем за внимание. Дима? Да, спасибо. Я вам хочу пожелать напоследок, хотя меня и не просили ничего желать, чтобы вы занимались спортом. Сегодня такое пожелание. Занимайтесь спортом. Вот. И разным, и командами, и одиночными, и особенно греблей. Вот. Удачи! 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 Удачи!